Здравствуйте! Это видео про водный поход Троекурова Елец. Занял он у меня два ходовых дня, общая дистанция 75 километров, и, что интересно, маршрут проходит по трем рекам. Стартовал я на реке Красивая Меча, потом впал в реку Дон, и практически половину маршрута прошел против течения по реке Быстрая Сосна. Конечно, по Красивой Мече я прошел всего ничего и быстро впал в реку Дон. Однако сама возможность за пару дней посетить три реки и пройти по ним полноценный маршрут казалось мне очень привлекательней. Маршрут я проходил на байдарке Таймень-2, вооруженный парусом-спинакером. Этот поход я затеял довольно давно, однако ожидал подходящих условий погодных. Мне было интересно пройти вверх по Быстрой Сосне до Горда Ельца с попутным ветром, и в определенные дни действительно выпала такая погода, что позволило мне преодолеть участок маршрута вверх по течению за один ходовой день. Не знаю, смог бы я без помощи паруса и ветра проделать этот путь за такое время, однако все получилось. Кроме того, было интересно, так как я знаю участки этих рек в майскую погоду, на майских походах, когда воды немного больше, то в середине лета, в июле, я ожидал, что некоторые препятствия на реке станут более явными и, возможно, более бодрыми. Однако уровень воды в реке оказался ниже, чем я рассчитывал, и перекаты, которых я не замечал весной, в этот раз заставили меня немного поволноваться. Пару раз я довольно сильно налетел на камни, было опасение, что пробил лодку, однако обошлось. Тем не менее, вода оказалась очень низкой. Буквально во многих местах едва-едва доходило до щиколоток. И даже были случаи, когда я буквально садился на мель и приходилось покидать лодку и осуществлять проводку. Тем не менее, это несколько разнообразило поход. Но самое главное, то, что я ожидал, что, наконец, начнется ветер, и я смогу пойти под парусом. Ставить парус я начал еще, находясь в реке Дон, хотя знал, что, по прогнозам, попутного ветра не будет и будет даже встречный ветер. Однако оказалось, что ветра вообще практически не было, только легкие порывы крутило, полоскало, и, естественно, ни о какой тяге речи быть не могло. Я, конечно, пытался ловить хоть какой-то ветер, в передышках между греблей интенсивной. Однако это оказалось совсем бесперспективно. И я с надеждой ждал, что будет, когда я пойду вверх по реке Сосне. Однако перед этим пришлось пройти еще один-два переката, которые оказались довольно веселыми и прошлись довольно легко. Единственная ночевка на маршруте, собственно, была у меня в месте впадения реки Быстрой Сосны в реку Дон. Именно там я повернул в город Елец и пошел по Сосне против течения. И прогнозы погоды меня не обманули. Действительно, ветер был попутный, иногда боковой, иногда абсолютно попутный, что не могло меня не радовать. И тут я скажу пару слов в принципе о применении парусов на байдарках, на реках, особенно верховьев рек, которые довольно узкие, чаще всего находятся в речных долинах, окружены деревьями. И есть такое мнение распространенное, что паруса там в принципе невозможно использовать. По той причине, что ветра вообще не будет над водой, а если будет, то очень маленькая вероятность, что он будет попутный. Естественно, это правда большей частью. Однако, если применять парус не как основное средство передвижения, а как вспомогательное движитель, который может разнообразить поход, то вполне имеет правость на жизнь. А если использовать косые паруса, то вероятно степень применимости их будет крайне широка. Главное, если вы делаете паруса сами, нужно предусмотреть складывающиеся мачту, потому что иногда это требует при швартовке под низкие деревья, иногда натянуты тросы над рекой непоятного назначения, иногда низко висящие провода, низкие мостики и прочие препятствия. И, конечно, нужно предусмотреть механизм быстрого снятия паруса. Старка не имеет ни киля, ни триггеров, и даже небольшой, но уверенный порыв ветра может привести к оверкилю. Однако, бояться не стоит. Ходите на лодках, ходите под парусом. Ощущения отхода под парусом просто необыкновенные, а снарядить байдарку самым простым симметричным парусом не составит никакого труда. По своему опыту могу сказать, что можно смело пропускать стадию с симметричными парусами и ориентироваться уже на косые стаксель и грот. Именно такое парусное вооружение я сейчас и мастерю для своей байдарки. Спасибо за внимание, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok